На медным достоянием гласности стали шокирующие кадры, снятые Екатеринбургской зоозащитницей в черном кошачьем полухостеле-полухосписе. Сразу и не поймешь, на что больше похоже эта горестно мяукающая от безнадеги кошачья передержка. На нее соседи пожаловались в полицию. По словам зоозащитников, семейная пара организовала этот весьма прибыльный с их точки зрения приют в бараке на окраине города за широкой речкой, через который за пару лет прошла добрая сотня котиков. 30 домашних зверушек из приюта якобы бесследно исчезли. Правда, соседи уверяют, что приютские коты и кошки не разбежались по округе, а скончались от болячек и истощения, и их бренные останки оказались в мусорных баках на местной помойке. Местный люд уверял, что содержательница приюта брала с горожан единовременное пособие по пять тысяч за кота, за четыре якобы. Она снимала квартиру в бараке, пять приплачивала местным пьянчушкам, чтобы те за кошками присматривали. Но что-то пошло не так. В кошачьем гетто, по уверению зоозащитников, они обнаружили сорок хворых, худых, обезвоженных лишайных котов и кошек, один из которых, по слухам, вырвался за дверь, и собака его загрызла. Оставшихся бедолаг зоозащитницы забрали с собой, отправили на лечение в ветклинике города. Хозяйка приюта Екатерина очень громко и эмоционально возмущалась, как снег на голову, свалившимся на нее кошачьим исходом. Она обвиняла соседей в наветах на ее приют. Здесь выеденного яйца. Не надо нас жалеть. То есть, получается, девочки, получается так, что труп, который вынесли сейчас на помойку, принадлежит соседям. И соседи готовы взять на себя обвинение в 245-й столе. Возможно, зоозащитники слегка краски сгустили. К слову, по сообщению городского портала, зоо-волонтер Анастасия призналась, что четырех котят она в сентябре этого года в приют сдала. Один котенок умер от инфекции, второй сбежал. И это только ее животные. Анастасии прислали переписку хозяйке. Где она признается, что одного кота собаки загрызли? И она замену ищет. Чтобы никто об этом не узнал. Сама хозяйка приюта Екатерина в комментариях Е1 заявила, что, вероятно, она переоценила свои силы и возможности, но намерена кошек убивать у нее и в мыслях, конечно, не было. Дескать, волонтеры не хотели ей помогать, только фото требовали. А по поводу кота, которого загрызла собака, и поисков через интернет похожего, женщина объяснила, что не хотела с Анастасией конфликтовать из-за своей безалаберности.